здравствуйте сегодня у нас еще одна такая небольшая типа распаковочки посвященной старым советским звукоснимателям вот начнем вот у меня начнем совсем из старых я думаю всех знакомств снимателям вот у меня их тут две коробки одну я даже не стала спечатать наша знаешь и здесь тоже самое много их не знаю сколько штук а здесь вот она спечатаем ее она поменьше посмотрим о чем идет речь ну вот сверху прямо возьмем вот пакетик я думаю что все знают такие не всем любители всякой старые рухляди отлично знают вот эти старые советские звукосниматели которые широко использовались в различных радиолах и проигрывателях того времени вот значит как правило эти звукосниматели со временем приходит в негодность из-за окисления серебряного покрытия пьезоэлектрического элемента ну что я здесь могу сказать в интернете очень много на форумах и даже есть видео на youtube которые предлагают различные способы ремонта этих звукоснимателей у меня тут еще есть тоже звукосниматели какая-то часть у меня реставрирована какая-то часть не так вот вернемся опять вопрос об реставрации этих старых звукоснимателей значит какие в них есть проблемы ну во-первых основная одна из проблем это значит держатель демпфера демпфер пьезоэлемента и его держатель с контактами которые сделаны из резины они просто абсолютно дубеют до такого состояния что практически вот этот вот на пьезоэлемент который в эту вот вилочку который вставляется игла вставлен там с трудом двигается это из-за этого резко ухудшается и частотная характеристика и громкость звучания я обычно использовал давно этим не занимался очень давно уже может быть больше десяти лет реставрации этих вещей но раньше делал значит я брал кусочки мягких силиконовых трубочек тоненьких и из них изготавливал вот эти вот демпферы на мой взгляд вполне ничего такой нормальная ситуация вторая проблема это то что как я уже сказал пьезоэлементы покрыты напылением серебра для проводимости вырабатываемым напряжение они очень сильно окисляются и в результате никакого тока мы никакого напряжения на пьезоэлементах при движении иглы мы не получаем значит на форумах и в ютюбе да это все обсуждается есть несколько методов восстановления самые древние были когда пытались еще в советское время когда ничего не было доступно использовать мягкие карандаши но они дают такой весьма сомнительный эффект значит какие приемы я использовал ну начнем с того что на мой взгляд одним из самых хороших методов является использование различных токопроводящих клеев вот у меня тут есть кое-что я вам покажу еще там был польский клей но он безнадежно высох вот значит вот такой клей contact tool киллера вот значит он выпускается в двух вариантах это серебро значит очень хороший клей для восстановления значит а вот этот вот на основе графита у него чуть больше сопротивления но я не думаю что это в данном случае сильно при принципиально вот надо сказать что графит я не пробовал но если кто-то хочет может развлекаться с графитом вот у меня есть упаковка китайского клея даже не распечатанного с алиэкспресс я его тоже не пробовал но думаю ничуть не хуже и самое смешное что у меня в этом есть это вот такой детский карандашик для детишек которым можно рисовать схемки у меня он у внука как-то не пошло это мероприятие но в принципе я вам вот тут нарисовал кусочек маленький этой схемкой вот дал подсохнуть сейчас мы посмотрим какая у него проводимость на мой взгляд тоже даже такая простая вещь позволяет нам отреставрировать такие звукосниматели вот значит но вот смотрите вот но это примерная пример извините тут не очень неудобно примерная длина нашего звукоснимателя примерная вот у нас какая возникает тут проводимость значит 0044 ома вполне нормально для реставрации этого старого звукоснимателя вполне подойдет но значит еще раз хочу заметить что важно также реставрировать демпфер потому что если вы не реставрируете демпфер и то скорее всего ничего путного даже при восстановлении кристалла не выйдет и вот что еще значит кристалл перед восстановлением нужно очень тщательно очистить от окислов я не буду сейчас в углубляться в эту тему значит есть много разных способов там лимонная кислота другое вот значит для чистки серебра значит различные средства для чистки серебра хороший очень сильный эффект дает тухлое яйцо как ни странно если сварить тухлое яйцо она вообще моментально очищает силу кисло серебра но я думаю что ваши родные близкие соседи не будут не очень этим довольны и счастливы но наверное вот про эти звукосниматели больше сказать нечего у меня много радиол сейчас я пока не имею к ним прямого доступа не лежат на складе ты не уверен что я с ними буду работать в обозримом будущем потому что мне их тяжело сейчас поднимать передвигать но вот звукосниматели не знаю сколько тут штук у меня в этих коробках разных накоплено в том числе и реставрировал вилки и иногда бывает вот здесь убил пластик сломанных значит реставрации вилок из кусочек тоненькой проволочки на эпоксидку ставил а вот что я еще забыл какой существует еще хороший лет реставрации значит вот все наверно знают про такие вот китайские звукосниматели дешевые по доллару там с копейками за штуку их можно купить на али в каждом таком звукоснимателя есть два хороших пьезоэлемента они правда несколько короче чем те что стоят здесь поэтому там надо аккуратненько значит вклеить вот в эту вилочку их немножко удлинить аккуратно вклеить вилочку и немножко изменить положение демпера вот то что я помню последние мои реставрации были с помощью с помощью этих китайских звукоснимателей кристаллов из них они дают наилучший результат очень такой более сочный насыщенный звук измерениями я конечно не занимался что нет смысла измерять для таких устройств но на звучание более насыщенное я так думаю что за счет больше лучшего качества пьезоэлементов которые стоят в этих звукоснимателях но вот наверно теперь действительно все и мы перейдем на с вами к следующей коробочке и посмотрим что там есть и вот наша следующая коробочка здесь тоже лежат у меня звукосниматели я раньше все это хранил в холодильнике потому что когда-то давно говорили что исходе в холодильнике они не вытекут ну вот неправда значит они успешно вытекают как в холодильнике так и без холодильника о чем собственно речь идет о какой погоди вы снимаете мы что из них вытекает но я думаю все тоже знают вот эти модели снимать ли решение на меня даже приклеиваются к пакету потому что из них вытекает демпферная жидкость они не работают вот всем известные поворотные сниматели монофонические для более поздних моделей проигрываете ли радиол там и так далее всего вот я с помощью такого звукоснимателя реставрировал тонарму эльфы ставил туда такой звукосниматели изменил нагрузку резко уменьшил потому что там была патефонная игла и сейчас эльфа работает нормально у меня была презентация вот у меня тут таких вот вытекших товарищей вот смотрите сколько просто жуль зеленое все вытекло значит откровенно говоря я тоже затевался заниматься вот этими вытекшими снимателями но потом плюнул почему я плюнул потому что мне удалось это все куплено очень давно не может быть втушено может быть уже потом в митина потому что потом мне удалось найти комплект не вытекших звукоснимателей которые до сих пор в отличном состоянии вот они этот эти не вытекшие звукосниматели так сейчас очки одену посмотрю модель по моим 308 37 а на секунду извините так gzp 308 до головки gzp 308 вот они в очень так сказать хорошем состоянии до сих пор не вытекли правда сейчас я нигде их не пробовал но я думаю несколько лет назад я пробовал их подключайте и все было даже очень хорошо вот они сухие работают нормально вот очень рекомендую если вы где-то их встретите еще в продаже я рекомендую купить если у вас есть такие старые звукосниматели как реставрировать их я не знаю потому что мне не довелось этим заниматься не знаю то что у меня груда старых лежит но зато со старых можно снимать иголки если вот иголка там много слушать пластинок они здесь корундовые иголки их около тысячи около 100 часов наработка не такая большая запас этих старых легко можно снимать иголки одевать на трубочки этих пьезоэлементов . с этой коробочкой мы тоже покончили уберем ее в сторону и двинемся дальше так дальше еще одна коробочка так ну вот эти вот коробочки сверху я показывал вам в прошлый раз это запасные иголки для стереозвукоснимателей типы гзб различных у меня в другой коробке уже был запас а сейчас я их обнаружил в этой коробке вот достаточно большое количество так ну вот сейчас я вот это еще покажу вот это вот тоже еще кстати кстати вот еще тоже головки звукоснимателей это 311 модель и тоже видите они абсолютно не вытекшие более поздние модели видно научились делать чтобы они не вытекали все 311 тоже в хорошем состоянии сухие уверен что отлично работают хотя тоже мне сейчас пока не на чем играть потому что все зарыто на складе но когда-нибудь я чуть достану оттуда и мы с вами проверим правильность моего утверждения насчет того что они играют нормально вот так вот так гзб а ну вот значит вот здесь у меня это по моему от ригонда стерео головка вот она вот такая вот было одним даны не вытекала вообще потому что у нее то сказать и конструкция несколько другая это на 78 оборотов на крегонди стерео головка видите она такая же точно как вот тут вот сейчас мы на них посмотрим эти вот запишки с такими же разъемами и волка на 78 единственное что у нее уже видно что у нее демпфер уже который ставится иголка он уже совсем печальный ну вряд ли когда тебя где-то валяется это ригонда стерео но я не знаю когда-нибудь когда до нее теперь доберусь а вы в общем то сейчас вернемся к разговору вот об этих звукоснимателях потому что у нас есть еще одна коробка совсем уже тут в печальном состоянии вот такие вот все прямо они осклизлые вытекшие все напрочь газопышки тоже давно покупал и так сказать иное количество я их отремонтировал как их надо ремонтировать ну да еще два слова про эти которые здесь лежат эти вот головки кто-то ремонтировал до меня другим способом то есть они у них было тоже вытекший демпер их промыли и просто поставили вот тут вот подложили резиночку под иглу но на самом деле с этой резиночкой звучат они очень плохо вот их тоже надо переделывать но я думаю что большинство любителей старой аппаратуры знают как переделывают эти звукосниматели более того на авито значит торгуют этими переделами звукосниматели в большом количестве используют опять наши с вами любимые вот эти вот китайские звукосниматели то есть мы просто аккуратненько вот тут вырезаем все вынимаем вставляем туда вклеиваем вот звукосниматель китайский получаем рабочую ну проводки заводим на концевике и получаем с вами рабочую версию но есть одно но когда вы используете вот такой вот китайский сниматель ваша реставрация получается не аутентичный то есть реально эти звукосниматели предназначены для эксплуатации на скоростях 78 и 33 ну или 45 то есть для микрозаписи для обычной записи имеют перекидную иглу как только вы поставите вот такой вот китайский звукосниматель вы сразу лишаетесь скорости 708 конечно можно для этого звукоснимателя купить специальные иглы на 708 но уверяю вас что они стоят очень много денег хорошие иглы для таких звукоснимателей стоит много денег и говчинка не стоит выделки не очень удобно какой же путь в этом можно найти чтобы обеспечить аутентичную реставрацию значит вот есть вот такие вот китайские звукосниматели тоже видите как они совсем не дураки китайцы которые имеют перекидную иглу на 33 и 78 оборотов я свое время сделал несколько звукоснимателей такие для разной аппаратуры там где-то валю в виде валялись у меня тоже тоже регонда стерео и другие вот он внешне такой же только вот здесь вот такая вот иголочка но есть одна небольшая засада в эту тему некоторые китайцы продают эти звукосниматели у которых нету иголки на 78 а стоит иголка с другой стороны написано 78 но тоже стоит иголка на 33 такого же размера это слышно сразу когда включаешь воспроизведение на 78 ты сразу слышишь как повышенный уровень шума и так сказать отсутствие низких частот при воспроизведении на тонкой игле который проваливается на дно поэтому надо быть очень внимательным он даже не знаю как быть внимательно просто как вам повезет мне значит и один раз повезло другой раз не повезло а еще одну головку я уже купил проверенную щебяка великобритании она мне обошлась к же значительно дороже но я сознательно на это пошел потому что один мой приятель просил меня значит привести в порядок старую радиолу и я для него купил такую такую головку великобритании за большие деньги но с гарантированным результатом второй вариант если вам попалась вот такая китайская голова у которой все же оказалось обе иглы на 33 оборота на микрозапись другой вариант можно купить я не помню к сожалению сейчас не смог найти какие галки иголки подходят от по-моему от бсс ровских звукоснимателей и к этим подходят иголки вот эти перекидные которые характер точно совершенно по-настоящему на 33 78 оборотов и вполне можно вот эти вот перекидные иголки бсс ровски сюда поставить не помню от какой модели есть еще другой способ значит можно вот тут видите демпфер который засовывается иголка которому он ходит вытащите из советской иголки отрезать у советской иголки засунуть сюда но нас минус этого то что толщина антиливера у советской иголки толще чем у этого но в принципе наверное я этого не делал но наверное если возникнет такая острая необходимость можно попробовать но еще раз говорю что на рынке можно найти такие вот звукосниматели с нормальными иглами и тогда реставрация вот такого старого советского звукоснимателя будет абсолютно аутентичный потому что вы получите как проигрывание на 30 так и проигрывание на 78 так ну что я могу сказать я вот наверно на этом сегодня все а вот еще у меня тут было еще одно замечание которое я хотел сказать по поводу старых звукоснимателей забыл про него вот значит вот у нас иголочка от старого советского звукоснимателя лодочка или еще и вот там по разному называют там башмак вот есть еще одна проблема значит вот эти трубочки в которые вставляли звукосниматели иголки они тоже со временем теряют свои свойства становятся очень дубовые что тоже препятствует нормальному движению углы но сейчас это не проблема сейчас на рынке различных ниппелей различных силиконовых трубочек вообще был хоть пруд пруде всегда можно подобрать подходящую трубочку и поставить ее вместо изношенной у меня где-то валялись тоже эти трубочки даже не знаю где потому что это было давно и сейчас я к этому пока не возвращаюсь ну вот наверное вот это все на сегодня что я вам хотел рассказать про старые советские звукосниматели ну и в заключение хочу поблагодарить всех кто смотрел мою такую очень длинную и занудную запись о старых звукоснимателях пожелать всем хорошего летнего отдыха хорошей погоды хорошего настроения и заходите ко мне на канал еще какая-нибудь я выложу еще какой-нибудь обзор когда у меня будет время и настроение спасибо вам большое до свидания